За вкусностями едете, да? За вкусностями едете? Вот люди тоже за вкусностями идут. Куда они идут? Они идут в то место, где продается лучшее пиво города. Да не только города Муэттогорска. Вообще, надо полагать, что лучшее пиво России это, в принципе, вообще, в принципе, в России всего два пивзавода нормальных осталось. Один из них Самара, тот самый фон Бакана, а другой из них Верхний Уральск. Вот его остановили. То есть, ну Самару, ладно, хоть не разрушили, потому что это было бы сложно. Крупнейший пивной завод, выпускающий лучшее пиво, развалить. А вот Магнитогорск, ну Магнитогорск, все, приплыли, конечно. Сейчас у нас уже и в Магнитогорске что-то придумывают, понимаете. Но тут другой вопрос. В качестве солода и в качестве мыслей, то есть, есть дивные мысли, очень интересные мысли. То есть, как сказать, в основном я был не только в этой же стране, да, то есть, я был в стране, где очень жестко, цензурируемо, и все это дело работает, по сути, событий в среде государства. Вы думаете, в Америке много пива? Нет, далеко не много пива. То есть, несколько Budweiser, Corona, их не сильно-то много. Всего по всей Америке, всего лишь по всей Америке. Ну, я имею в виду продажные сорта пива, их 5 штук. Всего по всей Америке продажных сортов водки, Абсолют, Смирнов, Московская, Столичная. То есть, как-то не сильно много, правильно, да? Сколько их у нас? Я не говорю про вина и все остальное. Это естественный бред силы и кобылы. То же самое, где я был, где я был, где я был, я был в том же самом замечательном Таиланде. Он мне нравится, естественно. Два раза был. Ну, дай-то бог, можно еще раз смотаться. То есть, хорошее местечко. И там то же самое. То есть, везде идет, скажем так, не бурдемага, растворенная в спирте, в которую еще добавляют различные примочки, а качественный напиток. Так вот, качественный напиток. И мы все-таки вернемся в нашу дивную страну. Мне говорят, что мы много денег зарабатываем. Мы много денег не зарабатываем, однозначно. Мы их никогда много-то и не зарабатывали. Но в свое время, когда государство было... Это была часть государства, которая брала деньги, и она выпускала качественный алкоголь. Тогда еще. И тогда еще пиво было изумительным. То есть, было несколько пивоварен. Город Магнитогорск. Пивоварня, которая была в городе Магнитогорске, никогда нас не удовлетворяла. Поэтому к нам заводилось пиво из Верхневральска, из Белорецка. То есть, по курсу событий и по качеству. Магнитогорское пиво было такое. Не пришей кобыли хвост. Чуть вкуснее было пиво Белорецка. Но самый топ был Верхневральска. То есть, это было просто красиво, естественно. Что сегодня сейчас случилось? Ничего не будем говорить, но я был на том заводе. Вот даже не представляю. Я просто... То же самое, что в поселок Миндяк. Когда я приезжаю и вижу вот эту засранность самого поселка Миндяк, мне туда даже не хочется ехать. То же самое, когда я приезжаю к этому заводу. Его развалили просто в какашку. За какие-то 10 лет. В лохмотье я думал, что это ну как бы... А не, не, не. Это наши товарищи умудрились разобрать целиком весь Верхневральский пивоваренный завод. Ох вы и нехорошие товарищи. Даже мы будем говорить про Верхневральский. Но, 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 но есть специалисты, которые поняли и знали, и вернулись. И делают лучшие сорта пива. К слову о том, что закуска градус порт. Зайдем, я вам немножко объясню. Как оно, пивко-то вкусное? Очень вкусное. Очень вкусное, да? Рекомендуем, да? Да, рекомендуем. Хорошая, вкусная пива. Приходите и обалдевайте. Вот так вот, да-да-да-да-да. Все, спасибо. Клевая штука, да ведь? Да. Мы говорили про закуску, градус портит. Я сегодня... Давайте все-таки определимся, где я был в первом своем посещении Америки. В смысле, в мире. Что-то я облажался, да? Так вот, я был в Америке. Я был в Америке. Вы не говорите мне, что я там не был в Америке. Я, конечно, все понимаю, но когда я был в Америке, это был 1997 год, тогда Ford Taurus стоил, ну, в топе, 18 500 тысяч долларов. Сегодня сейчас Ford Taurus, ну, обыкновенный ширпотреб, ну, с отличным двигателем, стоил 53 000 долларов. То есть там как бы, ну, немножко тоже доллар-то растет в цене, понимаете? Мы же не будем возвращаться на обратное. Давай, счастливо. Хороший человек, да ведь? Ну, классно сказал, ну, просто замечательно, да? Это к слову о том, что 1000 долларов, это для нас, ну, это мало. Это реально мало. И когда нам говорят, что 1000 долларов – это хорошо, как бы, ну, для меня-то смех. То есть давайте все-таки определимся, что год, наверное, 1997 – 1000 долларов. Ну, среднее. Ну, среднее должно быть. Сегодня и сейчас, ну, наверное, должны быть, грубо говоря, там, 3000 долларов. Потому что мы работаем. Мы работаем. Мы еще как работаем, а не вала пинаем. Я говорю, средняя зарплата должна быть по стране. А не какие-то там 20 000 рублей. А нам недавно сказали, что у нас 72 000 получаем. Я не помню. Ну, может быть, здесь нормально. Потому что это Ленинский район, как бы мы будем говорить о городе Магнитогорске. Город Магнитогорск никогда не был из разряда слабых по финансовой составляющей проектах городов. Но, тем не менее, и здесь немножко слабовато все, естественно. То есть вот эта уже тема немножко другая, но вы должны о чем-то понять. И когда я был в дивной Америке, это все, вот это все оттуда. Вы думаете, СТП это где-то, оттуда все. Да, дорогие мои, там много-много вещей, которые мне очень нравились. Если честно, в очередной раз я вам скажу, что процент из 4 вот этих дебилов американских, да, они вот решили до нас дободаться. Чего они до нас дободались? Ну, как же им хочется, много чего-то имеет. Но в процентном соотношении 96% американцев им реально фиолетово. То есть у них, конечно, все красиво и ровно, но их тоже там колбасит. Ну, колбасит, ну, бывает. Но, тем не менее, у них все застраховано, естественно. Как страна, в которой очень много денег, я ее рекомендую. Как страна, в которой вы потом будете доживать свою жизнь, это я ее не рекомендую. То есть в Америку хорошо приехать в определенном возрасте, заработать там денег и уезжать, а есть там дивное государство. Кстати, далеко не все настолько плохо, далеко не все настолько плохо. Я даже расскажу про дивное государство, потом продемонстрирую. У меня одежда есть из Кубы, естественно, да, да, да. Вот туда бы я всем рекомендовал. Заработали миллиончик, не надо думать, дети сами заработают, поверьте мне. И все, и хватит. И тогда будет все хорошо и красиво. Ну да ладно, мы сегодня не об этих вещах говорим, хотя и об этих вещах нам тоже необходимо говорить. Мы говорим об дивном варианте Российской Федерации, в смысле Советского Союза, называется «Закуска граду спорта». Так вот, я был в этой дивной стране Америка. Я видел, как люди там посещают места, в которых они употребляют алкоголь. Но только они делают немножко все по-другому. То есть надо говорить, что в Америке процедура поглощения пищи – это просто очень большое количество еды. Они едят, кушают, естественно. И все это в действительности недорого. В принципе, по тамошним ценам за 10 долларов, тогда еще за 10 долларов, это было просто невозможно ничего съесть физически. Я так понимаю, что, в принципе, и наверняка сегодня и сейчас за 10 долларов, благодаря интернету вам объясняю. То есть благодаря интернету я знаю тамошние супермаркеты, Walmart. Ну, естественно, нас все это дело блокирули, 5-10, через торрентрекеры вы заходите и читаете. Я задаю вопрос, сколько там стоит говядина. Ну, в тот-то момент говядина стоила подешевле. Сегодня и сейчас это примерно те же деньги, что и у нас. А все остальное гораздо дешевле стоит. Тут даже вопросов нет. И вот тот самый вариант. К слову о том, что сами американцы никогда дома не питаются. Когда я вам сейчас объясняю, о чем идет речь. То есть стандартные американские холодильники, это не маленькие холодильники, это вот три таких холодильника, они полностью битком забиты. Вся Америка не питается дома. Зачем? Это время, это работа другая. Для этого необходимо угваздываться, как я угваздываюсь дома. То есть вся Америка питается в ресторанах. Там их очень много, это даже не магнитогорск. Тамашние рестораны заточены на небольшой наценке. И вы, естественно, должны будете добавить экстра кэш, в смысле, чаевые. Это нормальное явление для Америки. И в итоге я вам рассказываю, о чем шли переговоры. То есть 11 долларов мы там решили потратить в системе All Inclusive. Я съел три с половиной огромные тарелки, а четвертая не получилась. Ну, без алкоголя, естественно. Ну, тогда еще не получилось. Ну, не было. Вот и все. А уже после этого, то есть когда они хорошо покушали, да? Когда они хорошо покушали, они выезжают. И вот ресторанчиков там очень также много, где люди просто слушают музыку, балдеют. То бишь, вот к чему мы сейчас обратимся, да? То есть нам Советский Союз говорил, что закуска градус портит. Нет. Они это дело не делают. Они приготовлены. У них в кишечнике все хорошо, там нормально. А после этого они не торопясь, они не торопясь употребляют неторопливо. Допустим, если вы захотели выпить виски, то они все это дело пьют без закусывания вообще. Текила то же самое без закусывания. Там аромат другой. И то же самое пиво. Когда вы просто покушавшись, сделав нормальность, вам много не надо. Я вам серьезно говорю. Самый лучший вариант это лет 8 перестать пить, а потом понять, что пить надо не много. Не надо ухрюкиваться. То есть я сейчас по улице прошел, вижу этих, как бы вам сказать. Сейчас, ну вы наверняка знаете, да? То есть человек, и вот у него необыкновенное тело, да? Слегонца такое, ну я не знаю. Ну может быть, для россиянина оно чуть-чуть немножко будет розовизной добавлять, да? Ну это же красные лица. И вот это сиденье, это дивное ухлаздание. Зачем? 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 Вы спокойненько покушали. Другой вопрос, где вы будете пить качественное пиво? О, вот эта тема весьма интересная. Да, 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 да. Тема весьма интересная и в том, что я лично видел, как это пиво готовится. Я лично это снимал, я лично вам еще раз покажу, что это пиво готовится изумительно и для вас. Вы пришли сюда спокойненько, неторопливо. Но у нас желание есть такое, не во всем мире. То есть это называется пиво с рыбкой. Пожалуйста. Все, что нужно, любая рыбка. У нас есть другая тема. Ну и запада уже привлечена. То есть пиво с сухариками. И сухарики тоже здесь есть. Здесь есть все. То есть это одно из уникальных мест, где вы не сможете, как бы вам сказать, как это было у меня в моем ресторане. Человек не выходил из моего ресторана в лохмотье пьяный. Нет. Они всегда были слегка под шофе и уезжали. Это была тема. Эта тема сегодня и сейчас работает для вас по одной простой причине. Потому что есть руководство. Есть руководство умное, грамотное, которое вам демонстрирует это необходимость. Это пивное удовольствие. Оно может быть и здесь. К сожалению, их все мало. Я всем объясняю. Ребята, вы киньте из башки ваши возможности зарабатывания экстра денег. Экстра деньги в любом случае у вас будут. Сейчас вам необходимо либо купить, что самый лучший вариант. Чтобы потом на вас никто не наезжал по отношению к тому, что аренда. Но здесь, к сожалению, они арендуют. Это сложность. Поэтому ценники немножко другие. Тут даже вариантов быть не должно. И все. Научились сделать пельмени качественные своими руками. Так сделайте эти пельмени качественные, сделанные своими руками. Качественные пельмени, сделанные своими руками. Я кушал в той же самой Америке. На Бродвее. Не понимаете. Были мы и там. То есть люди живут. И в отличие от человеков, которые решили заработать один раз, вы заработаете 250. Может быть тысячу раз. И тогда все будет нормально и ровно. Ну а пиво лучшее. Единственное пиво, как я вам сказал, на улице. К сожалению, с Самарой не получается. Да и в Самаре тоже самое. То есть, как бы вам сказать. Эта мерзость, которую в нас уже вложили, она считает таким макаром. Ты дай людям возможность ужраться. Я не понимаю. Может я тупой или нет? Вроде нет. То есть, не хочу это делать. Я и думаю, что вы это делать не хотите. Потому что люди должны приходить сюда и неоднократно. Потому что здесь вам дается изумительное и качественное пиво. Оно, конечно, все хорошо. Да, все хорошо. Вопросов нету. В принципе, вы здесь можете солод себе купить, попробовать домашнее пиво приготовить. Но я вам сразу говорю, когда вы берете этот солод, вам необходимо, естественно, брать воду. Верхнеуральскую. Магнитогорская, хоть мы находимся в предгорье, но мы не находимся рядышком с водой. Понимаете? Пока эта вода там течет, она набирает те идеальные вещи, и она становится реально вкусной. Но это не горная вода. Верхнеуральская прям рядышком с горой. Гора Извоз. Ее раньше не было. Ее посадили, естественно. Надпись Ленин там сделали. К сожалению, все это дело почему-то потерялось. А я вернулся на круги своя, которой говорил великий наш вождь, что мы должны питаться и все время питались при Советском Союзе грамотно. Сегодня и сейчас грамотного питания у нас не присутствует. Но слава тебе Господи, что все-таки вернулся тот человек, который сделал. Я еще раз говорю, слава не только ему, слава еще и тем специалистам, которые делают сейчас пиво, которое даже не киснет. А у нас было такое кислое пиво, которое затем переваривалось. И маленький нюанс был, ну, почему я сейчас нахожусь рядышком стройкой, потому что рядышком стройкой вот сюда повернули людей, кушают шашлычок. То есть, в принципе, они покушали шашлычок, а потом вечерочком спокойненько взяли себе качество. Ну, недалеко вышли спокойненько, купили пиво, и вы понимаете, что это удовольствие изумительное, потому что это правило. Как бы вам сказать, недавно пообщался с человечком, я-то сейчас не пью, естественно, алкоголь, но он внезапно выпил гораздо больше, чем это было ему необходимо. Ну, бывают такие вещи, случаются. При этом он четко проснулся, у него с кишками утречком было все вау, вау. Амброзии не было никакой. Он стал абсолютно трезвым человеком, но это разве не правило? Почему он это сделал? Потому что он брал лучшее пиво, лучшее пиво, которое здесь, оно располагается. Это верхнеуральское пиво. Конечно, при создании материала мне бы хотелось, чтобы вы были очарованы моими знаниями, но они померкли перед любимыми клиентами верхнеуральского пивоваренного завода. Почему вам это дело нравится? Верхнеуральское вкуснейшее пивко-то, а? Да, меньше углекислоты, нет посторонних запахов, хорошо пьется, градусы соответствуют оборотам, неразбавленное. То есть нету состояния димедрола, да? Нету. Отличный вариант, спасибо вам огромное. Сон не тянет. Пиво вкусное? Пиво отменное просто. Отменное, да? То есть, блин, ни дебилизма, ничего нет. Нет, никакой парматухи, пиво прямо огонь. Опа. Да, пока у нас все-таки сложности. Ну, а теперь все-таки давайте мы переговорим. Раз вы сильно-сильно-сильно захотели пива, никаких проблем. Здесь вы покупаете настоящий качественный солод. Причем он не российский. Маленький нюанс. Из-за российского бытия то. Все хотят бабки заработать. Понимаете? Ммм, этого никогда у нас не было. Всю жизнь Россия, Советский Союз, Российская Федерация, исконно русская империя, она всю жизнь славилась качественными продуктами питания. Да, дорогие мои. И в этих качественных продуктах питания не было химии. А сегодня, сейчас везде химия. И сегодня, сейчас вам предлагают солод, но не того уровня. Ага, вы сюда зашли спокойненько, все дело можете купить. Не проблема. Самое главное, сейчас небольшой промежуточек объясню, да? То бишь, лучше сразу же к этому солоду взять хорошие бутылки. Оттуда же из Верхневральска. О, человечек уже пришел. Хорошо, заходите, пожалуйста. Да, и тогда вы можете приготовить. Но возникает дивный вопрос. Я на следующей неделе вам покажу процедуру пивоварения. Вы думаете, что все это фраерство? Нет, господа мои. Это далеко не фраерство в природе своей. То бишь, для того, чтобы качественно сварить пиво, не торопитесь, успокойтесь. Просто сядьте, как я. То есть, вам необходимо 7 часов при температуре, по-моему, 70 градусов. Это, понимаете, что вам должно? 7 часов. Это немножко даже большая процедура, чем то, чем я занимаюсь. Дело в том, что я умею готовить кое-что. Но, как бы вам сказать, я даже мясо быстрее готовлю. Это хорошо, 7 часов. Смотрите, делайте, пробуйте, добавляете, убавляете. Это вам еще пивоваром надо быть. А вы думаете, что все так просто, что ли? Далеко все так непросто. Потому что, грубо говоря, пивоваров, качественных пивоваров, ну, по крайней мере, сколько я знаю, один. Остальное мне не нравится. Потому что солод, который они берут, не пришли кобыль и хвост, добавляют туда алкоголь. И в итоге вы и такими становитесь. Нет, нет, нет. То бишь, понимаете, да, 7 часов вы должны вылить. Потом оно должно отстаиваться. Лучше, если это будут все-таки бочки из нержавеющей стали. Сколько они будут отстаиваться? От 24 дней. 24 дня. Алло, это только начало. Естественно, это будет не целиком. Все то пиво, которое нужно будет. Потому что там еще будет осадок. Да, да, да. А потом вам необходимо будет за 7 дней выпить 12 литров пива. Это клево будет, да? Я, честно говоря, сомневаюсь, что у вас это получится. Поэтому давайте не будем ничего делать. Потому что Верхневральский пивоваренный завод, он этим делом и занимается. Мы скоро вам все это дело покажем. Так что не надо ничего, забудьте. Просто забудьте. Спокойненько возьмите, сколько вам нужно, и получайте лучшее удовольствие. Оно здесь гарантированно. Вы приходите за лучшим пивом. Все верно. Какое это лучшее пиво? Какого завода? Вернувшись на круги своя, все-таки возвращаемся к теме. Ну да, Верхневральский завод. Вкусный, красивый, изумительный. Отлично, только его и пьем. Сколько пьете? Не знаю, давно уже. Уже давно, да? Да. То есть мы будем говорить, магнитогорцы, перестаньте бухать. Прекратите употреблять этот бурдемагу, который вам предлагают сетевики. Спокойненько прийти и кушайте. И будет все хорошо? Да. Так взял, маленько удалил, жарко. В Вавилоне сбоку просто отдохнуть. Мало того, каким вариантом мы обладаем. Мы делаем. И в принципе, даже используя чипсы, очень интересное вяленое мясо, рыбку, орешки разные, причем вы можете неторопливо покушать. Если вы будете кушать все это дело с орешками, маленький нюанс, не донимаете, не доезжаете. Я выясняю ситуацию. Орехи это очень серьезный, качественный продукт. То есть даже прыгать никуда не надо, спокойненько взяли здесь. Пивко тресканули, орешками закусили. Если честно, кушать вам больше не придется. Потому что это орехи, орехи качественные, вкусные. Сколько людей, столько мнений. Но идеальное ощущение заявляется в том, что вкуснее, качественнее напитка, который вам вернули. Вы не понимаете, вам это дело вернули. Потому что если бы это дело не вернули, вы бы здесь были бы в никаком возникновом состоянии. А это вам вернули. Поэтому думайте о качественном пиве. Ну а для тех, кто понимает про это качественное пиво и хочет все это дело, не работая именно в Магнитогорске. То есть есть специалисты, есть люди приезжают к нам из Сибая, из Кизила. Вот, люди приезжают из Миндяка, кстати. То есть вот вам тот самый телефончик. Вы позвонили и очень-очень быстро съездили туда. Если есть грамотные мозги, и вы должны сделать так, чтобы ваше пиво стояло чуть-чуть дольше, вам необходимо поставить холодильники с температурой примерно 3-4 градуса. И тогда то пиво, которое вы взяли при постановке в холодильнике, оно благодаря закону Гессы будет вам храниться не 7 дней, а практически месяц. Хорошая тема. А вы забыли, что ли? А почему вы эту тему забыли? Потому что я каким-то образом в свое-то время, естественно, был в горном институте. Только я в институт поступал, да, кафедра физхимии была. Сейчас немножко ласки своим специалистам, которые внедрили нам эти дела. Потому что это была единственная контора, единственная группа, единственная вообще в природе своей, которая по физхимии получила автоматы. Это была единственная группа, я в ней участвовал. То есть кое-что туда еще внедрили по самые кривые помидоры, чем я с вами и делюсь. У каждого пива запах особый. И запах особый вы чувствуете, когда покупаете Верхневральское пиво. Потому что когда я был на этом пивном заводе, такое ощущение хлеба, что даже кушать хочется. И каждый аромат имеет свое удовольствие. Мне нравятся все разные цвета, разного сорта, разного пива. К несчастью, мы не можем испытать удовольствие от коньяка. Потому что его нет в городе Магнитогорске, в природе своей. Есть один только коньяк. К огромному сожалению, вы не сможете испытать вкус вина. Потому что в свое время было спокойненькое, красненькое, красивое, чилийское и аргентинское вино. Оно было свеженькое, аромат был... Их много было. Все провалилось. Для чего все делается, я не понимаю. То бишь, где ощущения? Ну где они? Когда мне говорят, что закуска градус портит, я говорю, закуска портит еще и аромат. О! Не понимаете? А вот про это я сейчас вам и говорю. Покушали, приготовились. И вы неторопливо вкушаете. И пиво не надо выпивать стаканами. Зачем? Зачем? По хорошему, качественному глоточку, ровно. И все. И вы понимаете ощущение. Это просто безумно. Я, к сожалению, не пью. Но хотелось бы. Поэтому, когда я все это дело показываю, очень нужно было бы вернуться. Но да ладно. Рано или поздно. Возможно, это дело случится. С другой стороны, это очень хорошо, что когда есть Верхневральский пивоваренный завод. Потому что ощущение это безумное качество. Безумным качеством вам делится. И давайте все-таки определимся, вам что необходимо? Нажраться? Усраться? Обосраться? Обблеваться? Это нет. Этим делом вы здесь не делаете. Здесь вы получаете качественные... Качественные... Это даже удовольствие мне передать. Это очень красиво.